всем привет и в этом видео я бы хотел поделиться информацией о своих инструментах которые я использую для работы с джейсоном особенно если речь идет о здоровенном храбром джейсоне перед вами могут стоять две задачи вы получили джейсон и хотите посмотреть на его структуру походить по узлам вглубь вверх либо же у вас есть джейсон и есть известный путь какому-то узлу например если вы используете 18 next локализацию как это сейчас у нас на проекте и я хочу поменять перевод строки но я знаю путь к этому узлу джейсон пас я бы хотел ввести этот джейсон пас попасть сразу в этот узел и поменять его вместо того чтобы искать глазами где находится этот узел итак давайте посмотрим как это происходит в частности я буду показывать два решения первое это как я использую в терминале и как я это использую в visual studio код для начала нам нужен тестовый джейсон для этого мы пойдем на веб-сайт idealista.com в network tab найдем XMLHttp request который возвращает достаточно жирный джейсон с большим окном обложенности скопируем этот request в виде куру команды чтобы мы могли воспроизвести его в терминале далее перейдем в visual studio код и создадим здесь файл под названием request.sh куда мы скопируем всю эту куру команды также добавим пару флагов которые уберут progress bar и засопрейсят ошибки чтобы на выходе мы получили только джейсон респонс сохраним этот файл вернемся в терминал и убедимся что он у нас есть как видим у нас нет exeboot permission поэтому мы должны дать этому файлу exeboot permission после чего мы можем его выполнить как есть request.sh на выходе мы увидим не отформатированный response output то есть тот джейсон который возвращает этот request и того первый инструмент который я хотел бы здесь показать называется fx что он позволяет нам сделать если мы возьмем output request.sh и сапайпаем его инструмент под названием fx мы попадем в интерактивный режим мы попадем в интерактивный режим в котором мы можем ходить по узлам джейсона используя навигационные клавиши j и k а также проваливаться внутрь узла используя клавишу l и возвращаться обратно используя клавишу h эти клавиши следует конвеншину который используется в биме то есть это навигационные клавиши используются вместо стрелок далее допустим мы провалимся внутрь json response map.items и посмотрим отдельный элемент по сути это не что иное как маркер на карте у которой имеет свои координаты в виде latitude и longitude допустим мы знаем этот путь то есть json response.map.items и мы не хотим каждый раз проделывать путь от рутового элемента внутрь что мы можем сделать если мы нажмем точку то мы можем начинать вводить json path, json response, map и по мере того как мы вводим fx показывает нам только тот узел который сейчас мы ввели в json path дальше мы можем говорить items и теперь по умолчанию все items схлопнутые мы можем их заэкспандить при помощи клавиши d и например что мы можем еще сделать вернемся в items и возьмем первый элемент первый элемент и теперь когда мы нашли нужный нам элемент мы хотим запринтить его в стандартный аутбук этого нажимаем клавишу p и здесь мы видим что в std out мы получили именно этот элемент давайте еще раз вернемся в интерактивный режим что он нам еще позволяет делать мы можем заэкспандить и заколлапсить весь json при помощи клавиши e и е большое если мы сделаем unexpand всего json мы можем еще также искать некие вхождения любой строки например поищем search как мы видим нам подсветилось несколько матчей мы можем ходить по этим матчем при помощи клавиши m тоже подобно тому как это делается в им к сожалению здесь не поддерживается по какой-то причине возврат на предыдущий маяч при помощи м большой но тем не менее что еще давайте посмотрим документацию по этому клубу вот этот замечательный человек создал этот инструмент хвалая честь ему сейчас загрузится все это и мы поищем документацию итак мы только что обсуждали интерактивный режим поэтому сразу перейдем в интерактивный режим здесь есть чуть-чуть со всеми шипкатами которые я что-то что показывал на самом деле помимо того что я не рассказал это еще переход вверх и переход в самый низ тоже при помощи клавиши и джебольшого тоже следуя им конвеншинам на самом деле в интерактивном режиме очень удобно исследовать json 3 неизвестный например как мы делали только что что мы можем делать в не интерактивном режиме то есть у нас поддерживается также не интерактивный режим например мы уже знаем вот этот путь json response . map . items и посмотрим и нас интересует к примеру только координаты latitude и longitude нас не интересуют все остальные филды в каждом из объектов то есть нам нужно сделать projection как бы мы это могли сделать не прибегая к нод репл или что-то подобное духе не начав писать ноджесклин выходим из интерактивного режима и здесь мы можем на самом деле начать писать тот же expression json response если я не изменять память map.items и теперь самое интересное что мы тут можем сделать мы можем по сути использовать классическую стандартную map функцию из джаваскрипта и вернем нам новый объект который будет содержать только latitude и longitude если я правильно понял то это выглядит должно как-то так где-то я ошибся ага json response небольшой typo да и мы на выходе получили массив где есть только property latitude и longitude теперь допустим имеет смысл сохранить это в файл под названием markers.json и теперь мы можем пойти в наш стежок studio код открыть здесь markers.json и на самом деле мы увидим здесь наш json дальше этот json можно использовать например для того чтобы показать эти точки на карт теперь посмотрим что можно сделать с теми координатами которые мы достали из запроса и преобразовали их только в latitude и longitude перейдем на max javascript api на google max javascript api документацию в samples и поищем здесь раздел дровым simple markers это пример как можно отобразить на карте один маркер теперь мы возьмем для примера наш массив и попробуем отобразить его на карте у них есть пример и можем перейти в же скидал и немножко написать немножко кода итого в данной ситуации у нас есть всего одна координата в нашем же случае у нас их массив назовем эту переменную портс это будет наш массив с всеми координатами здесь нужно чтобы property называли слаб и lnd у нас же они если я помню называются long поэтому мы сейчас переименуем long в lnd и сделаем replace all все мы преобразовали теперь возьмем скопируем весь этот массив засунем его сюда в jsfiddle есть дальше что мы делаем дальше мы инициализируем карту здесь мы указываем где мы будем центрировать карту и какой зум level центрировать карту мы будем возьмем нашу первую координату на самом деле core 0 а зум level скажем он здесь достаточно отдалена карта мы возьмем зум level 13 и теперь наша задача разместить маркер на google карте для этого все что нам нужно сделать пройтись по этому массиву да и создать нужно вот такой маркер новый новый маркер где позиция будет наша координата title нам не нужен мы его удалим это лишнее и вот этот маркер угадаем тоже если мы ничего не забыли то на этом все делаем рам вот мы потеряли здесь итого мы приблизили карту вот наши точки давайте попробуем посмотреть ближе на самом деле это испанский город джирона и вот скопление точек можем на самом деле сравнить эти обратно на сайт идеалиста и сравнить что мы находимся в джироне и эти точки к сожалению визуально наверно не передает информацию о том что это эти же самые точки мы придется проверить название да на этом мы с этим примером будем заканчивать и переместимся в visual studio код посмотрим как мы будем там работать с джейсоном далее дальше нам нужно получить респонс в виде джейсона и сохранить его файл для того чтобы посмотреть как с ним работает visual studio код для этого снова выполнен наш реквест вытянем из него только джейсон в поле и сохраним респонс джейсон файл открываем visual studio код открываем респонс джейсон и здесь мы видим на самом деле в сфот уже определил что это джейсон и так перед нами задача исследовать та же задача что мы решали при помощи fx первичное исследование джейсона что я делаю схлопываем полностью этот джейсон открываем только первый уровень идем например map идем items соответственно и тут например видим все наши айтемы к сожалению показать только эти айтемы без показывания всего остального тела джейсона по умолчанию нельзя есть пара экстеншенов которые я установил себе первый экстеншен называются рассмотрим сейчас он стал стал джейсон первый экстеншен называется джейсон пас джейсон пас статус бал что делает этот экстеншен на самом деле джейсон пас джейсон если мы находимся в глубине самоубложенности то здесь мы видим полный путь до этого вебе мы можем его скопировать на самом деле куда-нибудь вставить потом да можем кстати вставить его в тот же fx это удобно второй экстеншен под названием джейсон пас позволяет нам ввести джейсон пас так же как мы делали это в fx инструменте и показать только вот этот кусочек только этот узел попробуем сейчас это сделать джейсон пас команда называется экстракт джейсон дата экстракт джейсон дата и здесь мы пишем на самом деле map items пусть будет первый айтем да что-то неправильно еще раз повторяем возможно здесь нужно начать с доллара map items 0 он открывает отдельный сайдбар в котором показывает этот узел к сожалению в этом сайдбаре я не могу редактировать обычно мне нужно не просто посмотреть этот джейсон но еще и отредактировать его к сожалению этот экстеншен не перемещает курсор в основном на этот узел и таким образом он ограничен его функционал ограничен и с поиском для того чтобы посмотреть почитать далее чтобы отредактировать мне нужно как-то снова вот здесь в основном джейсон не искать это все ну по крайней мере это вот те два экстеншена которые немножко добавляют стандартный функционал который есть visual studio code но основной мой инструментарий как я работаю с такими длинными джейсонами я сначала делаю полный коллапс и дальше делаю экспант одного уровня делаю экспант другого уровня вот собственно так это работает visual studio code и на самом деле я нахожу для себя более удобным работать через fx в некоторых случаях в частности если мне нужно допустим fx еще раз попробуем зайти в fx и мне нужно во-первых у меня есть автосаджешен визу json response map items он сразу фильтрует мне результаты я могу сразу заэкспандить за коллапсить тело я могу двигаться по узлам открыть один закрыть один и так далее я могу взять в конце и запринтить все это в std out или же потом скормить в какой-нибудь это файл то есть в данном случае fx немного более фичастый чем то что есть visual studio code если вы предпочитаете работать в терминале то обязательно посмотрите на этот инструмент еще раз битхаб repo anton.med slash fx вот отличная repo надо поставить стар все на этом спасибо спасибо за внимание надеюсь было интересно до скорых встреч до новых встреч